Всех приветствую! Продолжаем наше прохождение за Рим. В прошлых сериях мы воевали с варварами, отхватили на севере обширные земли. И сейчас будем продолжать. Во-первых, я бы хотел сменить вот этого нелояльного губернатора из Альпийской Галии. Для этого мы дадим ей полную свободу и заменим ее. Вопрос только на кого? На член рода Валериев. Как у нас с 7 из 4. Замечательный. Тогда можно спокойно менять. Ну, например, вот на нее можно поменять. В Транспаданской Галии у нас идет большой минус. Где у нас здесь столица? Форум Биби. Давайте здесь проведем игры. Отлично. И я думаю, что можно отсюда переселить с одного раба, потому что там первое нацеление идет. Я бы даже двух переселил, чтобы там рост начался. Отлично. Чтобы они не так сильно бунтовали тут. Далее. Что дальше нам требуется? Хочу сфабриковать претензии. Предъявить претензии сюда и предъявить претензии сюда. Замечательно. Дальше мы подвели наши войска. Можно будет сейчас объявлять войну в следующем месяце, но пока еще сильно не у нас как кассивная экспансия. Мы пока не можем. Пока еще только фабрикуются претензии. Где наш флот? Флот у нас остался тут, к сожалению. Включаем содержание. И аккуратно, я думаю, стоит выплывать. Аккуратно, чтобы не нарваться на пиратов, пока у нас нет боевого духа. Странно, что они тут стоят. Возможно, мы даже сейчас их попробуем разгромить. Но для начала нам нужно боевой дух полностью расстановить. Изматывающая тактика стоит. Это хорошо. Как раз она нам и нужна. И да, совсем забыл сказать, что между сериями запустил я здесь формироваться армию. Потому что у нас здесь на большие волнения идут по населению. И оно из этого не ассимулировалось и не обращалось. Сейчас хоть как-то этот процесс пойдет. Советник очередной помирает. И назначим на его место вот этого. Боевой дух, в принципе, восстановлен. Я думаю, можно врываться. Надеюсь, что нам удастся что-либо получить себе из этой битвы. Да, мы пять корабликов захватываем. И они плывут сюда. Надо обязательно их добить. И полностью разбиваем. Захватываем еще несколько кораблей. Заплывем в Кротон. Починимся в конце месяца. И плывем дальше. Здесь мы уже явно не успеваем заплыть до конца месяца. Поэтому думаю, следующий порт уже будет на Корсике, в который мы заплывем. Не сильно помогло, конечно. Слишком большие волнения. И у нас, во-первых, провинция не лояльна. Надо поменять политику. Давайте поставим жестокое обращение. А во-вторых, у нас близятся выборы. А военный будет неплохой за командир у нас. И я думаю, самое время объявить войну. Влияние популистской фракции, но зато мы удовольствие свободных жителей повысим. Да, я думаю, оно того стоит, учитывая, какая у нас агрессивная экспансия и какие проблемы в стране в связи с этим. Здесь, конечно же, встаем на осаду. Мы сейчас будем брать штурмом, чтобы эту битву не затягивать. Эту войну вкуснее. И меняется у нас наш правитель. Здесь, я думаю, стоит подтянуть эти армии вот сюда. Будем воевать здесь ими. И второй армии нам тоже сейчас надо будет пойти на штурм. Замечательно. Здесь лучники никак не успеют появиться. А вот появившиеся здесь варвары это очень плохо. К счастью, они уходят пока к Катинии. И там какое-то время на крепости простоят. Как тут с войсками. Возможно, даже разберутся с варварами. Будем на это надеяться. Здесь сразу же меримся. И получаем небольшие земли себе опять. Крепости нужно снести. И было бы неплохо на самом деле лояльность поднять здесь. Как это называется августом винделикором. Давайте здесь проведем игры. Замечательно. Флот. Наш флот надо довести сюда. А армии мы перекидываем на юг. С этими армиями мы сейчас будем захватывать Испанию. А пока войска идут, в свою очередь, палацы, кстати, наша столица. Надо от чего-то тогда отказаться нам. Но я даже не знаю от чего. Все нам нужно. А у нас запасы пищи тает. Так. Но придется отказаться от рыбы. Хотя мы можем пока камень сменить. Пока что мы строить не будем. Давайте отменим его. И привезем зерно. Нам нужно срочно пополнить пищу. И сейчас должна ситуация выправиться. Да, пошла пища в плюс. Это замечательно. А терм тоже, к сожалению, пищей проблема. Ведем рыбу. И надо бы начинать присоединять наших федераторов. Но сделаем это чуть-чуть попозже. Это кто? Зачем они сюда напали, я не понял. Так. Война тогда в Испании пока отменяется. Но войска мы оставим здесь. Отлично. Ну и ждем, когда война выйдет. Войну здесь пока сфабрикуется претензия. Тогда, кстати, это будет уже достаточно скоро. А здесь вот этот блок будет. Поэтому эту армию нам нужно закинуть сюда. А это займется этой армией. Напоминаю, что нам нельзя давать грабить свои земли. Нам каждый человек у нас на счету. Но нужно повышать собственное население, чтобы страна была мощной и развитой. И пойдем к Британии. Надо нам пути импорта в столицу, наверное, прокачивать. Не нравится мне, что у нас такие проблемы с ними. Отлично. Можно атаковать. Еще раз проверяем, кто вступает. Да, замечательно. Давайте объявлять войну. Здесь сразу же на быстром марше идем в крепость. А здесь врываемся в Экварне и пытаемся ее разгромить. Отлично у нас это получается. И я думаю, сразу же надо вставать сюда, на осаду. Однако нужно идти. Давай-давай. Давай-давай. Давай-давай, давай. Давай-давай. Я думаю, что весь рэппета мы попробуем. Давай-давай, давай-давай. Сбойт нам стурмом. Я думаю, что это угроза, мы не думаем. Я думаю, что это soldiers вообще-то у нас. уменьшаться но ничего с этим не поделаешь надо воевать умирает губернатор пираконики и надо кого-то заменить например на валерии фабиев или карнелия давайте посмотрим заменим пока так поднимем немножко стабильности я понимаю что я хотел на раскатку торговых путей топить но к сожалению нам нужна стабильность вот я вижу здесь варвары прорываются это очень плохо но хочется мне опять же осаду тут выиграть к счастью опять они уходят в катинию а вот здесь варвары пришли к нам блин это конечно печально наймем легкой пехоты добавь безопасность границы и похоже что нам разбили армию да да разбили к сожалению нам эту армию надо будет нанимать значит попробуем дать им бой тут да мы побеждаем замечательно а вот очень плохо столбогемии войска наши разбили надо нанимать новую армию которая будет поддерживать порядок и у нас доходы очень низкие цели не будет нанимать сейчас сразу же миримся и идем в атаку а у битика появилась у нас давайте назначим губернатора сюда в принципе я думаю можно и его назначить постепенно у него спадет желание вернее не желание а пойдет у него постепенно не забыл как называется продажность а здесь кстати как воюет ой как я вижу отбили да кепское восстание угу я думаю тогда здесь ну и карфаген уже конечно же здесь дают заключил да да видимо не судьба нам сейчас повоевать в Испании и у нас полная беда по финансам прошлого здесь мы разбиваем противника еще и скупим урожай заигрываем епай да как-то эта война не так хорошо пошла но к счастью тут наш федерат помогает нам держать эти границы отлично еще одна насада выиграна военная традиция на военную дорогу возьмем и врываемся вот там вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь происходит не пойми что... Мы разбежались по всей нашей стране... Осады мы никак выиграть не можем пока что... И конец Эдуистой Гражданской войны... Вот пока заведем в порт... И я думаю содержание можно снизить... Нам нужны деньги... Ааа... Верхняя Германия, да? Давайте просто отгоним их... Пойдем сюда... И я очень надеюсь, что мы сейчас сможем кто-нибудь тут взять... Но крепость мы не даем... Отлично... Пойдем отбивать собственную провинцию... И здесь также осадовый этанат... Здесь врага разбиваем... И нам нужен Губернатор Дирекции... И нам нужен Губернатор Дирекции... И нам нужно снизить... И давайте оккультуровать... А здесь тебя с культурой... Оказывается, на крейте не думал... Если здесь все так плохо... Здесь пойдем ловить маленькие вражеские армии, а это кто? В виниле, куда интереса она пошла. И пойдем разгромим 25000. Здесь бросаемся в погоню. И настигаем. Разбиваем врагов. Светит у нас пища поднялась. Давайте пойдем дальше, когда насаду расъедают. Здесь тоже полностью разбиваем. Отлично. И наконец-то, как я вижу, мы перешли в контрнаступление. Варвара удалось откинуть с нашей мемель. Из-за вот этой провинции мы пока тут не можем замериться, но надеюсь, что... он идет. Да, и мы можем нескольцать. Теперь очень важно здесь отбиться. Отбить крепости и двигаться дальше на саду. А здесь, к сожалению, карпа Кен. А здесь кто? А вот здесь достаточно интересно можно повоевать. Поэтому давайте на быстром марше нашу поискать сюда перебросим и поплывем по воюям. Осада выиграна. Продвигаемся к врагам. А здесь не к нам. Давайте наймем отряды лишние. И также нам надо нанять еще тут отрядов. И я готова с нами торговать. Сейчас разобьем армию здесь. Я создаю. Музыка. 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 и нажимаем соединение к нашему региону прикол вот это прикольно они показали замечательно просто все, одна осада выиграна, идем дальше и на флоте у нас нет командира назначим безродную и подождем несколько месяцев восстановим боевой дух флота здесь продолжаем отбивать свои земли все становится замечательно, 10 ряд растет но вряд ли уже кто-то ему серьезно может угрожать учитывая что боевого духа ни у кого нормального нет возможно этот попытается атаковать нет, не попытается тогда отключаем пополнение больше там его нам не надо а здесь я думаю боевого духа достаточно у флота садим сюда войска и плывем еще одна осада выиграна а можно двигаться дальше не осадим следующую крепость я понимаю ближайшие выборы и к сожалению популистская фракция захватит вас в Риме будем повышать количество торговых людей а здесь пойдем повоюем да, интересно нет скорее всего они сюда отступают ладно, попробуем догнать и объявляем войну в родной стране и объявляем войну в родной стране вот можно выбить и добьем врагов замечательно а эти куда отступают а сюда чтобы тоже думаю стоит их добить и у нас новый строитель свой род на этот раз стал нелояльным давайте будем мириться вот 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 и новый регион с Германией а нам нужен новый губернатор поставим ее и наймем пять тысяч легкой пехоты здесь опять же лишние крепости я думаю стоит снести отлично вот здесь давайте посмотрим витургия урония биокоменсия, мандубия и дуя синония я думаю стоит воевать здесь кстати как у нас идут осады нормально а выиграем осаду крепости переходим на следующую не лояльный, да? он глава рода в Виргиниях давайте пожалуем ему владение и еще одно отлично эрон стал лояльным, пусть идет воюет а в свою очередь мы тоже готовы здесь воевать в новой войне объявляем войну сразу же врываемся сюда и я думаю стоит ворваться в эту крепость вот осадим столицу провинции и опять кто-то какой-то род не лоялен, надоели они разбили врага и стоим дальше на осаде отлично осада выиграно, пойдем разобьем эти две тысячи, потом все на войска опять и войска и сами об нас убьются отлично здесь тоже отбили, оставим пока войска тут армию у нас уведем на осаду следующее выпасть и давайте посмотрим как у нас дела тут обстоят здесь пища кончается, нам нужно кого-то разбить надеюсь наши васалы сейчас тут разберутся и Клавдия Прима хочет титул, это возможность для нас заработать деньги давайте ее назначим куда-нибудь Валерию и Корнелию вот Валерию можно убрать вот эту и назначить ее отлично здесь сейчас разобьют в рыбов здесь я думаю наш губернатор тоже справится отлично отлично и выходим отсюда нам нужно срочно у кого-то отнять босс и надеюсь мы эту армию сможем полностью разгромить да получается пехиты захватили идем громим следующую армию а здесь выигрываем осаду и идем дальше тут сейчас вот 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 Отлично, разбиваем, идем дальше. Так, назначим его, отпуск команды. А здесь продолжаем осознавать. Можем что-нибудь прокачать. Я думаю стоит снизить. Так, либо производитель мистер-болстер, но не снизим жалование, я думаю. Надо уменьшать расходы. Опять от нас убился, скорее всего опять тут. А плюс к налогам замечательно. Выигрываем осаду и надо сразу же идти на следующее. Очень важно нам сейчас забрать эту крепость. И выигрываем только с атом. Отлично. Еще одна крепость вражеская. Здесь пойдем вражескую армию разгромим. И снова идем на осаду, нужно врываться дальше. Кстати, рекрутов у нас стало совсем мало. Видимо после этих войн, фух, нам нужно будет немного передохнуть, восстановить рекрутов, экономику, скинуть агрессивную экспансию. Так, Великая Греция. Кого бы нам тут узнать? Этот какой-то по-навызам не очень. Вот она не плоха. Вроде бы все в порядке. Здесь нам опять удалось подкинуть врагов. А что мы можем импортировать? Давайте подумаем. Вообще нам бы камень вернуть обратно. Либо лучше драг металла, чтобы ассимилировать население быстрее. Сверхоген очень много земель тут захватил. Его тоже надо будет выбивать. в пользу спальни. Чем, наверное, мы и займемся после покорения вагваров. Здесь прикрепляем к картиону. И что я вижу? Венелия тут активно колонизирует. Как они надоели. Очень много провинций у нас неблагонадежные. Надо действительно прекращать войны и устаканивать нашу страну. Наводить порядок. А, кстати, мы же можем где-то провести игры. Давайте посмотрим, где у нас в Валенции, допустим. Давайте проведем, чуть-чуть снизим напряженность. Пожаловать владение. Ой, нет, не то. Провести игры. Валенция. Пусть чуть получше тут станет с порядком. Хотя это, конечно, не сильно повлияет. Выигрываем очередную крепость. Идем в следующую сразу же. Здесь преследуем вражескую армию. Надо ее распространить. Громим очередную армию. В Галли. Идем дальше осаждать. Здесь отключим пока что быстрый марш. И нам срочно нужно, да, уничтожить какую-то армию и захватить обозы. Плюс три стабильности. Замечательно. Идем дальше. Ой, появились варвары. Идем разбивать их. Здесь наши вассалы справляются. Согоняют на врагов. И выигрываем очередную крепость. Сможем ли мы здесь перехватить осаду? Давайте посмотрим. Порядка. Да, командуем мы. Замечательно. Проблема с едой на крите. Проблема с едой на крите. Отлично, я думаю больше проблем нет. Здесь очень надеюсь, что мы сможем победить, потому что как-то уж очень сильно варвары нас полупили. Да, отлично, разбили. Можно идти на север. Здесь также мы забираем территорию. И армию нам нужно выводить, потому что она начинает гибнуть от истощения. Наёмники нужно разбить пока у них нет морали и чтобы их уже никто не нанимал. Отлично, минус отряд наёмников. Здесь продолжаем осуждать всё. И пополнять ещё в этой армии. Там показывалось, что мы ведём осаду, но по факту оказалось, что нет. Ладно, выведем тогда отсюда войска. Эту страну тогда трогать не будем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь уже надоело мне эту войну везти. Надо бы заканчивать их. выиграли еще одну осаду да уж будем игнорировать скандал гражданские войны не нужны чтобы семьи были недовольны можем ли мы уже с ними замириться но пока нормально нет как я понимаю здесь давайте будем мириться замеримся здесь отлично а а почему-то дальше границ я не могу захватывать очень интересно так давайте еще раз почему нет так не понял что это за глюки я так долго там воевал и страдал ради того чтобы не захватить потом эти земли здесь давайте армию эту выведем уже тут я думаю нам нужно быстренько разбить наемников пока у них нет морали и выйти обратно у нас готовится восстание ё-моё так давайте исправлять ситуацию циномания боя евангионе где у нас циномания вот она а здесь из-за чего падает так нужно срочно заканчивать войны и быстренько скидывать агрессивную экспансию иначе очень плохо для нас это может кончиться но обязательно поднять побольше стабильность и даже я бы наверное поражал поднятие стабильности потому что это нам лимит увеличит восстание здесь выведем армию а проигрываем осаду это очень нехорошо как там сейчас выберем стул пом и вырываемся сюда отлично и нам пора уже как-то тут мир подписывать я думаю мир будем сразу со всеми подписывать эту тогда страну я оставлю черт с ней и будем подписывать мир сразу со всеми потому что надо будет сразу же скидывать как можно больше объективной экспансии давайте проверим я не понимаю почему я не могу дальше брать вот так мы можем взять да но тогда нам нужно полностью оккупировать ладно продолжаем войну а Так. По идее, после захвата вот этой провинции у нас должно быть, мы должны суметь замириться. Правда, вот здесь теперь они отбили. Идем к побережью. И у нас зреет восстание. В принципе, мы можем тут еще нанять легкой пехоты. И тем самым снизить напряжение. Но, честно говоря, я уже не уверен, что мы сможем это все устаканить. Так. Значит, еще раз. Вот так, забираем. Замечательно. И надо назначить сюда губернатора. Кто им будет? Нам нужен кто-то очень лояльный. Например, вот этот вот. Дальше. Теперь нам надо замириться здесь. Эту страну я не буду трогать. Она не имеет особого смысла. Она мелкая. Не очень важная. Умеримся. Отлично. И здесь тоже нам нужен очередной губернатор. Кто им будет? В принципе, она может быть. Хорошая лояльность. Исследований здесь все равно особо не будет. Первый. Присоединяем здесь страну. Отлично. Здесь слишком долго ждать осады. Не хочу я этого делать. Просто присоединяем. Да. Отлично. Все. Все войны закончились. 94 агрессивная экспансия. Крепости. Давайте сразу лишнее посносим. Здесь вот уже не лояльная провинция. Поэтому мы не можем снести. Пока провинция лояльная, надо все посносить. Так. Отлично. И наоборот. И наоборот, вот где-нибудь здесь я бы построил. Здесь построил крепость. Ну и вот здесь. Ну и вот здесь. Здесь что нам не нужно. Вот эта крепость на равнинах точно не нужна. Остальные вроде на границах находятся. Поэтому пока нужны. Это у нас все один регион. Отлично. Значит, что мы делаем. Берем легкую пехоту. Нанимаем ее здесь. И нам надо еще вот здесь нанять. Пока 10 отрядов, там посмотрим. Здесь варваров, я думаю, мы отобьем. Чуть-чуть ускорим в течение времени. По экономике. Во-первых, содержание крепостей уменьшаем. Войска. Войска, я думаю, нам надо вывести отсюда. Флот. Флот на нормальном содержании. Поэтому как раз давайте выведем войска. И у нас сейчас сменится консул. Ладно. Отбились. И... Так, а куда они, интересно, отступают? Вот сюда, да? Итак. Эти 10 отрядов соберем здесь. Здесь 20 отрядов. Пусть тут стоят. А здесь десятка. Ну, пусть где-нибудь вот здесь стоит. Сменился правитель. И у нас Верлеция, да? Пошла бунтовать без губернатора. Назначим. Назначим его. Здесь давайте... Поглядим, как дела. В принципе, нам нужно чуть-чуть поднять стабильность. И... Что будет в порядке. Она не лояльна. Подкупим. Отлично. Верни войска обратно, куда я их поставил. Отсюда армии мы выведем. Я думаю, мы их выведем куда-нибудь в район Неаполя. И там оставим, пока пусть содержатся там. Здесь. Сразу же мы подрубаем наши войска. А я думаю, еще надо 15 пехоты тут нанять. 14 получилось. И у нас кончились рекорды. Но надо же. Вот это прикол. Ладно, 15-й отряд потом найдем. Здесь. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Так и нужно сейчас что-то будет делать со всем этим Деньги или стабильность Что нам дадут деньги? Мы ничего такого в общем-то принять не можем Поэтому в этот раз наверное я возьму стабильность Отлично И давайте содержание флота, содержание армии мы уменьшим Нам нужны доходы И надо решать что делать Во-первых иду я Это примерно вот здесь Ставим жестокое обращение Еще пара пехоты И Дивиа немцам Нам нужно там проводить игры Смотрим Дивиа немцам Отлично Где мы можем еще провести? О вернее не провести, а что мы можем еще изменить? О рекорды конечно же И наймем еще Так Давайте смотреть Эдуем Катария Здесь мы ничего поменять не можем Ценомания Все что мы могли мы сделали Эдергития ФБ И из-за пищи Да Ну это не так критично Черт с ней Обои Жестокое обращение оставим Здесь Жестокое обращение жестокое прощение здесь уже стоит да, боюсь, что нам это не поможет единственное, что нам действительно могло бы помочь это поднять стабильность нам надо 72 с половиной ну и соответственно снизить агрессивную экспансию будем пробовать избежать восстания в токсе Нам нужен какой-то ивент на стабильность, если он выпадет, это будет шикарно. Хотя потихонечку он откладывается, возможно нам удастся все-таки избежать воин-восстания. И обязательно сейчас как только 72 накопим, я буду опыть еще раз стабильность. Блин, еще какая-то провинция. Маркомания. Это где-то здесь. Ой-ой-ой. А так близко была. А так близко мы подошли к тому, чтобы избежать восстания. Так. Августания. Проведем здесь игры. Хотя это не сильно нам помогло. Пробуем исправить ситуацию. Выпал бы какой-нибудь ивент сейчас на стабильность. Было бы просто шикарно. Что мы можем здесь? Все это не то, что нам надо. Все это нас не спасет. Давайте хотя бы с подданными улучшим отношения. И внезапно мы избежали восстания. Замечательно. Ох. Сейчас отобьем варваров. Я напал без морали. Вот это я тормознул. Так. Отступаем. Включаем содержание армии. И ставим пополнение. Нам срочно нужно пополнить боевой дух. А кто-то помер. Командир первого легиона. Он назначен ее. Варвары захватили Беллу. Ё-моё. Это поворот. Давайте попробуем все-таки этих добить. И надо идти отбивать. Отлично. Здесь побеждаем. Здесь наши войска высадились. Идем разбивать. И давайте в экономике содержание флота опять уберем. Дарданя заплатила им. Но я их снесу все равно всех. Ну давайте убирать опять содержание. Гражданские достижения. Умирает у нас ученый. Давайте поставим нового. Удалось нам пережить тяжелые времена. Восстание как минимум мы отложили. А я думаю что скорее всего мы вообще сможем его избежать. Но придется нам сейчас пожить немного в мире. Вот предр то что погиб это конечно очень печально. Умер. Ох. Беда то какая. Восстание. До 11 тысяч сразу подняли население. Это замечательно. И я думаю на радостной ноте в связи с тем что восстание нам удалось избежать. следует эту серию заканчивать спасибо всем кто смотрел ставьте лайки пишите ваши пожелания по следующим ачивкам до новых встреч